В сети появился второй трейлер в следующей части истории в одной из лучших, на мой взгляд, киновселенных. Вселенной Чужого. Я делал обзор первого трейлера, который был наполнен теориями и спекуляциями. Советую посмотреть его по ссылке в описании, так как повторяться в этом видео я не буду. А там были достаточно интересные теории. Ну и сейчас я с удовольствием достал свои ножницы, чтобы запустить их в столь ожидаемую мной киноленту и рассказать вам, что нам показали во втором трейлере Чужой Завет. Начну, как обычно, с предисловия. В сети буквально за неделю до выхода этого трейлера появилась короткометражка, снятая Люгом Скоттом, сыном Ридли Скоттом, режиссера оригинального Чужого, Прометея и, собственно, Завета. Эта короткометражка является прологом к фильму и, как я полагал, не должна была попасть в финальную версию. Однако в трейлере были кадры из нее, так что, скорее всего, этот короткий метр мы все же увидим в самом начале. Для тех, кому интересно, посмотрите эту короткометражку по ссылке в описании. Но для тех, кому лень, перескажу ее вкратце. В ней нам показывают команду Завета, которая готовится к прибытию на новую планету и устраивает тайную вечерю. Да, именно так и называется эта короткометражка. The Last Supper или Последний Ужин. Так что уже тут бедняга Зек Снайдер заливается скупыми слезами от таких библейских отсылок. Так вот, во время этого последнего ужина нас знакомят с командой Завета, которая абсолютно вся разбита на парочки. И, как я и предполагал ранее, Дэниелс замужем за капитаном Завета, Брэнсоном, которого играет Джеймс Франко. Но в этом трейлере его, к сожалению, нам не покажут. Во время ужина одна из девушек начинает проявлять все признаки заражения ксеноморфом, отсылая нас к сцене с ужином из первого фильма. Однако на помощь ей приходит андроид Уолтер, моментально избавляя ее от застрявшей пищи. В этой короткометражке раскрылась и миссия Завета – колонизация планеты. Понятно теперь, почему они разбиты на пары. Вот только почему там два гея, все же до сих пор непонятно. Также из интервью с Ридли Скоттом стало известно, что Заветы Прометей входят в трилогию, и третьим фильмом станет Медиквилл «Чужое пробуждение», который расскажет о событиях, произошедших в те 10 лет между Прометеем и Заветом. Ну что ж, а теперь время перейти к самому интересному, так что хорош трепаться или, как говорится, «Cut the crap». Поехали! Трейлер открывают сцены из пролога, и мы понимаем, что миссия Завета не только опасна и сложна, она также бесконечна. Билет на новую планету в один конец, и именно поэтому вся команда разбита на пары, чтобы они могли начать первую колонию на неизведанной, но пригодной для жизни планете. Одна из этих парочек – главный инженер корабля Теннесси, в исполнении Дэнни Макбрайда, и его жена Феррис, которую сыграла Эмми Сэммитс. А если вы помните мой предыдущий разбор, то помните также и то, как я предположил, что персонаж Макбрайда лишился дорогого ему человека, судя по его грустному лицу. Так вот теперь знаем, что Феррис погибнет. Встречу с Неоморфом из первого трейлера пережить было бы сложно, учитывая, как она стреляла по этим газовым баллонам. Возможно, именно ее силуэт мы видели в горящем шаттле. Затем нам снова показывают шикарные, но пустынные пейзажи этих мест. Пока мы не знаем наверняка, какая именно планета на этих кадрах. Однако мы знаем точно, где их снимали. И если цифровая обработка и колорирование вам помешали заметить сходство с Игрой Престолов, то знайте – это Ирландия. Затем мы видим высадку на планету, и можно заметить, что в будущем все так же, как и сейчас, любят снимать видосы на GoPro, а такое расположение камеры уж точно даст нам посмотреть на экшн-сцену, словно на кадры из шутера третьего лица. Кстати, я тут недавно играл в Страйкболл с Мишей Галустяном. Посмотреть видос по ссылке в описании, там тоже есть интересные экшн-кадры. И затем нам показывают ту же сцену с первого трейлера, в котором мы видим андроида Уолтера во главе их отряда. Несмотря на то, что и Дэвид в этом фильме будет играть ключевую роль, его толком нам и не показали. И далее мы видим, что и у Уолтера есть пара. Посмотрите на этот небольшой ровер. Да, кьюриосить ему, конечно, далеко, но как минимум он в 4 раза больше МК-3 из Metal Gear Solid. Напомнило мне столь ненавистную фразу «Выходите, машинка подъехала». Скорее всего, эта машинка долго не прослужит, но выполнит свою важную роль в ключевом моменте фильма. Этот фильм является прифилом чужого, в котором технологии были футуристичными для 70-х. Но для нас это уже такой ретро-футуризм. Так что и этот ровер выглядит гораздо проще, чем современные инструменты ученых НАСА. Ну и следом мы видим реакцию сержанта Лоупа на ржаное поле. Кто-то посадил здесь целое поле земной ржи. Вероятно, они недалеко от убежища доктора Элизабет Шоу, которая вместе с андроидом Дэвидом улетела на эту планету в самом конце Прометея. В прошлом разборе я предположил, что это может быть как планета инженеров, на которой улетели герои Прометея, так и та, с которой они улетели. LV-223. Планета, на которой находился военный полигон инженеров. Однако, судя по упавшей под кови дали в кадре и армейским значкам, на которых красуется имя Элизабет Шоу, остается лишь первый вариант. В этом кадре мы можем увидеть персонажа Кармен Эджолу, чье имя пока неизвестно. Она замужем за Кристофером Арамом, которого играет доктор Манхэттен и будущий отец Флэша Билли Крудов. Ну а это Дэниелс в исполнении Порпеттины Голдштейн Кэтрин Уотерстон. Она рипл этого фильма. Главная героиня – эксперт по терраформированию, которая планировала эту миссию долгие годы и никак не ожидала такого поворота событий. Ну и следом мы слышим, с чего начинается мистическая часть этого фильма. Несмотря на обилие растительности, вокруг абсолютно нет животных, ни птиц, ни зверей, ни даже насекомых. Интересно, что случилось с экологией этих мест, что выжить смогли лишь молчаливые стволы деревьев. Посмотрите, как здорово Уолтер поворачивает голову. Через такие движения нам передается его холодный расчетливый искусственный интеллект. Я сразу же вспомнил, как молчаливому Арне удавалось обычными поворотами головы передать кибернетическую сущность его персонажам. И следом мы видим тот самый корабль в форме подковы, на котором улетели Дэвид и Шоу. Обратите внимание на его колоссальные размеры, в сравнении с героями, ползущими по камню словно муравьи. Пока что неизвестно, к чему привела их миссия по поиску родной планеты инженеров. Однако уже по первому трейлеру можно было сделать пару предположений, которые я собственно и сделал. И уже по первым кадрам интерьера этого корабля можно увидеть, как он изменился за 10 лет. Природа взяла верх над технологиями и теперь его интерьер напоминает пещеру. В оригинальном Чужом, кстати, его интерьер сравнивали с тропиками. Так что это не только интересная сюжетная деталь, но и отсылка к истокам. По краям коридора можно заметить защитный костюм инженеров. И затем мы видим подтверждение того, что доктор Элизабет Шоу здесь была. На жетонах можно заметить ее инициалы. Интересно, каким образом эти жетоны тут очутились. Либо это специально, либо просто потому что. Наверное, потому что... И, конечно же, в этой комнате, как я уже говорил, герой находит целую кладку яиц. И раз уж появились яйца, следовательно, должна появиться и матка. Королева Чужих, которая их и отложила. Судя по тому, что Шоу осталось наедине с Дэвидом, чье любопытство не знает границ, есть огромная вероятность того, что в результате его экспериментов Элизабет и стала новой маткой. И в сети уже мелькали концепты такой королевы-ксеноморфов. Кстати, в начале этой сцены Дэнил задается вопросом, что тут случилось. И в этот момент можно услышать странный звук на фоне, словно кто-то говорит Дэвид. Возможно, это такой скрытый намек на того, кто виновен в катастрофических событиях на этой планете. И затем мы видим, что и персонаж Билли Крудопа тоже стал жертвой любопытства. Кстати, далее в трейлере мы увидим классическую сцену разрыва его грудной клетки. Так что мы уже знаем, кто точно не оставит свой след в генетическом древе колонистов этой планеты. Далее, после кадра с наушниками, из которых раздается тревожный голос Дэнилс. Нам показывают ее заплаканное лицо. Очевидно, она наткнулась на нечто ужасающее. Судя по тому, что она не бежит в страхе и не открывает огонь из пулемета, это не чужой. Скорее всего, здесь Дэнилс нашла чей-то труп. И судя по пластиковым шторкам, которые уже очень похожи на те, что мы видели в сцене с душем, а там, как вы помните, ксеноморф устроил кровавую баню, есть вероятность, что Дэнилс увидела останки голых тел ее друзей. Ну и затем мы видим, каким образом персонаж Кармана Джога оказалась запертой в медицинском отсеке вместе с зараженным солдатом. Как вы помните, с первого трейлера ему в ухо конкретно прилетело, что его спина же раскрылась, как тюльпан. В этом трейлере мы можем вблизи рассмотреть отверстие в его спине, которое похоже на какой-то полип, по типу тех, что растут на лице Уилла Тернера. И следом нам показывают картину, словно списанную с истории греческого города Помпии, который был погребен заживо под вулканической магмой Везувия. Пока что непонятно, кто эти люди и что с ними случилось. Скорее всего, это инженеры, которые столкнулись с каким-то катастрофическим событием, уничтожившим всю жизнь на их планете. Ну а я не могу не обратить внимания на весьма занятный факт. Как вы можете заметить, Ридли Скотт пропитал религиозными отсылками всего Прометея. И Завет, естественно, в этом плане ушел еще дальше. Помимо картин, пролога Стайна Вечерей и очевидным религиозным лозунгом, чтобы попасть в рай, нужно пройти через ад, он также играет на другом религиозном символизме. В сети появилась также и Red Band-версия этого трейлера. Что такое Red Band, я уже говорил несколько раз, но повторюсь, для закрепления материала. Это версия без цензуры и рейтинга. Обычно в таких версиях есть дополнительные сцены насилия, кровь, эротика или нецензурное выражение. В трейлере Завета дополнительно показали две короткие сцены и более экспрессивную фразу персонажа Кармана Джога. Так вот, одна из этих сцен достаточно интересна. В ней мы видели застывшего в странной позе инженера, судя по половине его бледного лица, без кожи, посреди комнаты со схемами и рисунками, на которых можно увидеть нечто похожее на лицехвата и на грибные споры, что может говорить лишь об одном – это лаборатория Дэвида. Обратите внимание на позу, она идеально точно повторяет скульптуру знаменитого Микеланджело, воссоздавшего образ ветхозаветного иудейского царя Давида, в честь которого и названа шестиконечная звезда на флаге Израиля. В мифологии Давид известен тем, что сумел одолеть могучего великана Голиафа с помощью одной лишь прыщи, которую он держит в руках позади себя в скульптуре Микеланджело. Давид – это интерпретация имени Дэвид, которым Питер Уэйланд назвал своего совершенного андроида. И именно Дэвид, как я и предположил в первом разборе, будет играть ключевую роль в сюжете, устраивая нашей команде героев по библейскому адски испытания. Следуя религиозному символизму, можно предположить, что Дэвид, он же Давид, смог одолеть Голиафа, того самого великана космического Джокея, или инженера. Далее в трейлере мы еще раз увидим эту лабораторию с препарированным инженером на столе, который выглядит достаточно свежим, в отличие от почерневших трупов в этих кадрах. Поэтому есть вероятность, что виновником катастрофы, уничтожившей расу инженеров, и является Дэвид. Обратите внимание на то, что, судя по белым локонам, в этом кадре в плаще инженера мы видим Дэвида. Этот плащ – символ величия их расы. Недаром в альтернативном вступлении Прометея были старейшины в таких же плащах. Вероятно, для Дэвида, который все же был сделан по подобию людей, этот плащ в некотором роде трофей. Свергнув Голиафа, Давид стал царем. Очевидно, и он по этой аналогии стал главным инженером и продолжил эксперименты с черной жидкостью. В этом трейлере нам также показали Уолтера, андроида новой модели, который станет спутником главных героев. Однако, в отличие от Дэвида, Уолтер действительно лучший помощник человека. Как говорится в недавно появившемся в сети рекламном ролике андроида от Вейланд Ютани, который, кстати, также срежиссировал Люк Скотт. В этом рекламном ролике нам показывают процесс создания Уолтера в том самом кабинете, в котором мы видели не Уолтера, как можно было подумать, а Дэвида в своем первоначальном виде, до того, как он начал красить волосы. Скорее всего, сразу же после его рождения, о чем говорила картина под названием «Рождество позади него». И в тот раз на панорамном окне проецировалась богатая зеленью природа, а сейчас на них красуются пустынные пейзажи. Такой контраст как раз может говорить о разных характерах двух андроидов. В ролике играет песня бельгийской джазовой певицы Мелани де Биасио «I feel you». Текст этой песни весьма символичен. «Я чувствую тебя. Эхо глубоко во мне. Призывает к этой тайне. Я знаю, что ты знаешь». Это словно говорит о родстве двух синтетиков, о той любознательности и желании узнать тайну создателя, несмотря ни на что. Возможно, Дэвид, увидев Уолтера, захочет сделать из него своего компаньона. В рекламном ролике Уолтера можно было заметить половину его бледного синтетического лица, словно половину бледного лица инженера из лаборатории Дэвида. Мне кажется, что Дэвид сумел добраться до Уолтера и если не перепрограммировать его, то как минимум забрать его одежду, сделать себе схожую прическу и выдать себя за члена команды Завета. И именно он заманил Кристофера в ловушку с лицехватом. Обратите внимание на то, что в этом месте мы видим якобы Уолтера, однако Уолтер был в шапке и спецодежде, а этот андроид одет иначе. Да и будь это Уолтер, он непременно бы спас Кристофера. Нам неспроста показали то, как он спасает поперхнувшуюся за ужином девушку. Однако этого не случилось, и Кристофер родил на свет ксеноморфа, которого мы увидим далее в трейлере. Но к нему я еще вернусь. Затем нам показывают того самого нового монстра, неоморфа, которого мы пытались разглядеть в первом трейлере. В этот раз он предстает пред нами во всей своей ужасающей красе. С бледной кожей, непропорциональной головой и шипами на спине. Судя по его небольшому размеру, он еще подросток. Надеюсь, взрослый осипь мы также увидим в фильме. Ну и следом мы видим ту самую сцену города инженеров, в котором случилась трагедия. Как я предполагал ранее, вероятно, в этой трагедии виноват Дэвид. Но что именно произошло? И на это у меня есть две версии. Первая из них – та, о которой я говорил в предыдущем разборе, а именно «Черная жидкость». Из «Прометея» мы помним, что планета, с которой Дэвид и Шоу улетели в конце фильма, являлась военным полигоном, на котором находилось сверхмощное биологическое оружие. На этом полигоне находилось огромное количество кораблей-инженеров, под завязку набитых резервуарами с черной жидкостью. Инженер, которого команда пробудила, открыв сна, собирался уничтожить всю нашу планету на одном корабле. А значит, очевидно, что количество черной жидкости на одном корабле достаточно для уничтожения всей жизни на планете. А значит, что жидкость корабля Шоу Дэвида могла уничтожить жизнь и на этой планете. Есть два варианта того, как это могло случиться. Судя по месту крушения корабля, кажется, что это водопад. Обратите внимание на стекающий ручей. Черная жидкость могла попасть в воду по этому водопаду и распространиться по реке, заразив за 10 лет всю фауну этих мест. Возможно, именно ради такого символизма в начале обоих трейлеров нам показали черные озера. Да и в этот момент, когда свет от фонаря падает на стекающую воду, кажется, будто она действительно черная. Дэвид также мог умышленно распылить эту жидкость над планетой. Ведь если это военные корабли, то они могут быть бомбардировщиками и предусматривать механизм сброса резервуаров. Дэвид научился управлять кораблем, а значит, и сбрасывать бомбы для него не стало бы проблемой. Но мне больше нравится другое вероятное событие, которое могло привести к гибели планеты. Обратите внимание на то, что эта сцена с городом инженеров выглядит по-библейски, словно списанная с очередной ветхозаветной историей об уничтожении городов Содом и Гамора. Словно их рай пал из-за гнева небес. Это также в некоторой степени схоже с историей Помпеи, погребенной под пеплом, выпавшим с неба. Однако, в отличие от жертв Везувия в Помпеях, эти фигуры не покрыты пеплом. Они словно выгорели, а их позы совершенно точно говорят о том, что это случилось внезапно и очень быстро. В истории Содома и Гаморы есть интересная деталь. Жена Лота, обернувшись, чтобы посмотреть на город, внезапно застыла, превратившись в соляную статую. Но, как мы знаем из Прометеи, черная жидкость способна на невероятные генетические преобразования. Она может создавать и изменять жизнь, а также разрушать генетические цепочки, перестраивая организмы. Но она не может моментально создавать угольные статуи. Скорее всего, тут произошло нечто другое. В этом кадре мы видим, что обугленные фигуры находятся вокруг какого-то здания, похожего на храм в центре этого кадра. На куполе этого храма виднеются колонны золотистого цвета. В конце трейлера можно разглядеть эти колонны вблизи, и они кажутся сделанными из чистого золота. Золото с древних времен играет огромную роль в истории человечества. Во многих культурах из него воздвигались статуи и создавали идолов. Очень часто в историях о пришельцах инопланетяне посещают Землю для того, чтобы добывать золото. А все потому, что золото – уникальный элемент. Оно является отличным проводником электричества и превосходным антикоррозионным материалом. В современное время золото используется в микроэлектронике, а также его используют в качестве специальной оболочки нейтронной бомбы. Так что и инженеры вполне могли использовать золото для своей технологии. А эта конструкция на вершине храма может быть устройством для терраформинга, которое включилось не вовремя и, словно индукционная катушка Теслы, высвободила электрический заряд, поджарив инженеров и лишив эту планету жизни. Нечто похожее было в сериале «Звездные врата» SG-1. Там тоже было необычное древнее оружие, способное молниеносно уничтожить органику. Так что и жареные инженеры вполне могут быть результатом работы такого устройства. Затем мы видим, как персонаж Дэмиана Бешира держит за руку другого члена экипажа Завета, который, судя по его окровавленному лицу, стал жертвой чужого. Очевидно, особенно после «Тайной вечери» это его партнер. Судя по тому, что в этом фильме у всех есть вторая половинка, каждая смерть будет гораздо более трагичной. И следом нам в очередной раз показывают взрыв шаттла и расстроенных героев. И тут можно заметить кое-что чертовски странное. Когда Теннесси нервно потирает бороду, на фоне слышен оригинальный, ни на что не похожий кликающий звук хищника. Да, мой СПГС сейчас вовсю хочет разгуляться и предположить канонизацию вселенной Чужого против хищника. Но нет, скорее всего это лишь такая пасхалка для внимательных зрителей. Я очень надеюсь, что с хищником ничего общего у этой каноничной вселенной не будет. Затем нам снова показывают Дэвида в инженерной робе и нарезку динамичных экшн-кадров, в одном из которых впервые появляется Чужой. Он готовится прыгнуть на жертву снизу. Судя по всему, это и есть персонаж Бишира со своим парнем. Затем снова резкий монтаж динамичных кадров. И в этом мы видим, как Дэвид в образе Уолтера закрывает двери в шаттле. Видимо, это очередная его ловушка. Следом мы видим Чужого в красном коридоре и затем концовка, которая таит в себе несколько интересных деталей. Мы видим, как Дэнилс и Теннесси пытаются взлететь на корабле прямо рядом с куполом храма с золотым устройством. Но им мешает Чужой, повисший на корпусе и пытающийся пробить лобовое стекло кабины пилота. И если большинство зрителей лишь впечатлились первым взглядом на ксеноморфа, то более лояльные к франшизе фанаты заметили, что это и вовсе никакой не ксеноморф. Да, это Чужой. Однако его дизайн уже очень сильно отличается от дизайна классических ксеноморфов франшизы. Фанаты прозвали его Протоморфом, в некотором роде предком тех ксеноморфов, которых мы уже не раз видели на экране. Отличия между ними колоссальны. Ну, во-первых, поведение. Ксеноморф, как искусный хищник, игрался со своей жертвой, загоняя ее в угол и настигая внезапно. Протоморф же идет ва-банк и охотится инстинктивно, больше напоминая животного неаморфа. Ну, а во-вторых, внешне. Кожа на его конечностях гладкая и ровная, совсем не такая, как бугристая кожа ксеноморфов. Да и весь его внешний дизайн более органический. Животный, нежели биомеханический дизайн ксеноморфов. Как вы помните из первого фильма, члены экипажа Нострома нашли в заброшенном корабле давно умершего инженера, здоровый в груди, а затем и кладку яиц, оставленных тем ксеноморфом, вылезшим из груди инженера. А судя по лору Чужого, ксеноморф, выращенный в теле инженера, называется Ультраморф и довольно сильно отличается от обычных ксеноморфов. Кладку яиц ультраморфа нашел Кейн и разбудил лицехвата, который заразил его грудоломом, который потом превратился в ксеноморфа. Судя по такой родословной ксеноморфа, ему пришлось пройти через два носителя, одним из которых был инженер. Именно поэтому в его дизайне присутствуют биомеханические элементы. Ведь вспоминая внешний вид инженера, вы можете заметить, что их тела были соединены с механическими деталями. Да и одинаковый экзоскелет инженера и ксеноморфа явно говорит об их родстве. А вот протаморф выглядит иначе. Он не проходил стадию ультраморфа и не обрел механические элементы своего дизайна. Ну, надеюсь, хотя бы вторая челюсть у протаморфа все же имеется. Ну и напоследок хотелось бы заметить, что протаморф и неоморф, показанные в этом трейлере, это лишь неприятная мелочь. Ведь Ридли Скотт уж точно не стал бы сливать главного монстра своего хоррора. Это было бы равнозначно тому, если бы Джей Джей Абрамс показал Люка Скайуокера в трейлере Пробуждение Силы. Ну или же Зак Снайдер показал Думс Дея в трейлере Бэтмен против... А, нет, стойте, дурацкий пример. В общем, я хочу сказать, что в Завете нас ждет кое-что гораздо круче двух показанных чужих. Что-то или кто-то по-настоящему серьезный, по-настоящему чужой. Ну а как вы думаете, стоит ли нам ждать появления кого-то пострашнее бледного неоморфа и слюневого протаморфа? Или же Ридли Скотт слил всех важных персонажей в этом трейлере? Пишите свои комментарии и не забывайте ставить свои внеземные лайки, если вам понравился этот разбор. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Катакраб. Мы режем киноленты. Субтитры сделал DimaTorzok